Здравствуйте! И снова с вами дела семейные. Помните такую песню? Люди влюбляются, люди встречаются, люди женятся. Но, к сожалению, наступают такие моменты, когда людям приходится расходиться. Развод – это грозное слово, которое настраивает нас на очень большие неприятности. Ведь после того, как люди, которые любили друг друга, вдруг разрывают отношения, конечно, становится больно. Но, кроме того, что становится больно, еще надо решать какие-то свои жизненные моменты. И, как правило, в это бывают вовлечены наши любимые дети. Вот расходится пара, ребенок. С кем он остается? Это будет решать суд. Поэтому, если вы подаете заявление на расторжение брака, вы в обязательном порядке ставьте вопрос о том, с кем останется ребенок. Хотелось бы заметить, что даже при нормальных, корректных отношениях между супругами, расторжение брака при наличии совместного ребенка должно происходить только в судебном порядке. Вот если супруги решили разойтись мирно, по-доброму, и у них нет несовершеннолетних детей, да, они могут это сделать в административном порядке, в органе ЗАГС или по месту жительства одного из супругов, или по месту заключения брака. Но, если вы все-таки обратились в суд, имейте в виду, что в этом случае в судебном заседании в обязательном порядке будет участвовать прокурор и будет участвовать органы опеки, которые должны помочь решить проблему оставления ребенка с одним из супругов, исходя из интересов ребенка. Что такое интерес ребенка? Ну, во-первых, кому больше привязан ребенок. Во-вторых, материальное положение того из родителей, кто будет содержать данного ребенка. Наличие жилого помещения, качественного, хорошего, который дает нормальные условия для проживания ребенка, заработок этого родителя и многие другие нюансы. Поэтому, если вы хотите не вовлекать ребенка в такие разборки по поводу вопроса, с кем остается этот ребенок, вы можете заключить добровольно мировое соглашение о том, где ребенок будет проживать. И вы его предъявляете в суде, тогда уже этот вопрос не решается судом, а принимается как ваше добровольное решение этой проблемы. Вот если вы не сможете договориться, тогда только суд в интересах ребенка будет эту проблему решать. И здесь еще встает такой вопрос. Если ребенок, предположим, остается с матерью, то надо определить порядок общения ребенка с отцом или порядок общения отца с ребенком. Совершенно недавно судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда рассматривала жалобу на решение первой инстанции, апелляционной инстанции, когда суды неправильно применили норму материального права и некорректно вынесли решение по отношению к ребенку, решая вопрос о том, с кем ребенок остается и порядок его общения. Отец наставил на том, чтобы ребенок 4 дня в неделю жил у него, находился у него с 8 утра до 9 вечера, и чтобы мать там не присутствовала. А мать во встречном заявлении говорила о том, что ребенок может находиться с отцом определенное количество времени, которое не вредит его физическому состоянию, и что это должно проходить только в присутствии матери. Поэтому, когда вы ставите вопрос о том, как определить порядок общения с ребенком, постарайтесь все-таки учесть интересы самого малыша. И если вы не договоритесь, все-таки старайтесь, чтобы это не нанесло психологического урона ребенку, который является вашим чадом, вашим любимым созданием, будьте милостивы к нему. Вот такие дела семейные.